Мне кажется, что после того, как закончилась Вторая мировая война, по крайней мере, мне так казалось всегда, человеку воспитанному в советской школе, что их трактовать по-другому нельзя. Еще как можно, и они абсолютно трактуются. Особенно, кстати, этим стало заниматься, как ни странно, немецкая пресса. Впрочем, ничего удивительного нет. Немецкая пресса практически вся контролируется американскими владельцами, американское влияние. Там проамериканские люди сидят. И на работу без американских взглядов не берут. Очень малое количество есть независимой прессы в Германии. И вот там есть потрясающие факты. Например, мне поразил недавно, у них вышел фильм «Наши матери и наши отцы» о Второй мировой войне. Я фильм не видела, совершенно дело не о фильме. Мне поразила статья об этом фильме в Девельт, который так страстно ненавидит, по-моему, Россию. Я так и другого такого издания, немецкого не знаю, который так страстно ненавидел Россию. И вот они рассказывают об этом фильме с большим восторгом. О самом же названии «Наши матери и наши отцы» оно трогает любое сердце. О пятерых молодых людях и об их судьбе во время Второй мировой войны. Один оказался евреем, одна, значит, наоборот, пошла по лестнице вверх карьерной, там, сдав еврейку, ее расстреляли. Второй там застрелил пленного русского комиссара. Ну, это как бы между делом. Знаешь, мало кого волнует. И суть в том, что там проводится основная мысль в этой статье. Фильм чудесен тем, что он не делает разницы между виновными и жертвами. Ты только вдумайся в кошмар этой фразы. То есть нет виновных во Второй мировой войне и нет жертв. Они все равно не в равной степени виновны и жертвы. Конечно, ты виновен, потому что ты еврей. Вот и все. Ты родился евреем, значит, ты виновен в том, что тебя в Освенцим, Бухенвальд или еще... Простите, вот эти немецкие мальчики, они сказали... Не суть в этом, что эти немецкие мальчики, которые стали нацистами и пошли на фронт, и пошли в ту же Россию, они не виноваты, потому что на войне все и виноваты, и жертвы. Вот этот вот ужасный тизис вбивается в голову сейчас постоянно людям. Понимаешь как? Далее, я даже выписала себе, была потрясена концовкой о том, что в конце фильма к этим пятерым, я бы сказала, подлецам и нацистам, исключая там этого еврея, который сбежал, к этим подлецам и нацистам, они говорят, вы испытываете глубокую любовь к этим запутавшимся в жизни людям. То есть это не нацисты, это не преступники, это запутавшиеся в жизни люди. Ты видишь какая? Они... Ты слышишь к ним глубокую любовь, потому что они смелы, отважны, способны к состраданию и даже порой гуманизму. Например, один из них защищает от прихода советских войск Гитлер Югин, как его правильно называют, Гитлер Югин. Ты представляешь, в каком ключе все это подается? И вы не можете не любить этих людей, когда заканчивается фильм, потому что это самый... Я считаю, этот фильм чрезвычайно правдивым памятником нашим матерьям и отцам, нашим дедушкам и бабушкам. Я была потрясена. То есть, получается, вообще, даже сама советская армия, это в этом случае какой-то зверь, который приходит, против которого надо защищаться, и проявили гуманизм. Виновных жертв нет, они одинаково виноваты все жертвы, даже нацисты. И вот к этому я вспомнила, прочитав эту потрясающую статью о том, что виновных и жертв нет, и вообще, Нюрнбургский процесс вообще нужно отменять в таком случае? Он ведь судил-то виноватых. Я помню, как мы дико поспорили с либеральным немецким журналистом, мы были в Сирии, и он мне сейчас рассказал, как это было трогательно, что его дедушка рассказывал, как он воевал, значит, уже под конец войны воевал в России. И вот однажды они шли по берегу озера, по другой стороны шли русские солдаты, и все уже так устали от войны, что, значит, русские солдаты сделали вид, что их не видят, потому что они видят, что они обессилены, в общем, пожалели они. Я говорю, очень зря, сказала я. Он сказал, как тебе не жалко, ведь если бы били моего дедушка, не было бы меня. Я говорю, не говори персонально о тебе, дорогой мой, что твой дедушка делал на моей земле. И тут он мне говорит потрясающую вещь, он говорит, Даша, ну как ты можешь обижаться? Ведь и твой дедушка, и мой дедушка, это все жертвы тоталитарной системы. Он говорит, что ты несешь вообще, на секундочку? Он говорит, ну ведь коммунизм, это фашизм, да одно и то же. Это вот опять еще один из мифов. Первое, то, что он внушает, что нет виновных и жертв на войне, что все одинаково виноваты, что война всех делает преступниками. Это чушь, потому что наши люди сражались за родину и за свою землю, и против фашизма. Я не вижу, в чем их вина. Они герои. Есть тут герои и сволочи. Горячие точки, старь ей осламывай. Потом миф этот пошел, самый устойчивый. Коммунизм это то же самое, что фашизм. Да, он сейчас очень... Это самый популярный миф. Я говорю, секундочку, коммунизм, мы можем... Я считаю, во-первых, не сказал свое последнее слово. Ты можешь называть его утопией, ты можешь называть его мечтой о светлом человеческом счастье, потому что его идея именно такова, счастье для всего человечества. Другой вопрос, какие методами пытались внедрять, где делали ошибки, это уже совершенно другая тема. Но давайте мы исходим из начальной идеи. А фашизм это идея превосходства одной нации, одной расы над другими. Это вид расизма. Как можно сравнивать коммунизм, фашизм, идеи? Они говорят, ну мало ли, что идеи вот такие разные, но ведь типа вот нет, значит, это вот тоталитарная система. Нет, совершенно другое. Разница между фашизмом и любым авторитарным режимом, любой вообще авторитарный режим, это то, что фашизм ставит под сомнение и был бы лица с тем, что человек изменить не может этническая принадлежность, идентичность. То есть ты родился казахом, или узбеком, или евреем, или цыганом, или белорусом. Ты не можешь изменить этот факт? И тебя за это уничтожают. Да. Причем здесь коммунизм и фашизм. Давайте, то есть, и вот эта вот смесь, а люди же не разбираются, у меня уже безразлично, им вдалбливают каждый день. Коммунизм и фашизм – это одно и то же. Более того, это породило сейчас новый вид фашизма. Если мы переходим и видим, что сейчас делается с этим новым видом фашизма. Вот когда ты начнешь говорить, что совершенно простое определение фашизма – это превосходство одной расы или нации на другой, которое мы не говорим о национальной гордости. Национальная гордость, когда ты гордишься своим народом, но при этом не посягаешь на право других народов, на их жизнь. Тут совершенно нечего смешивать. Потом миф этот пошел, самый устойчивый. Коммунизм – это то же самое, что фашизм. Да, он сейчас очень активно… Это самый популярный миф. Я говорю, секундочку, коммунизм, мы можем… Я считаю, во-первых, не сказал свое последнее слово. Ты можешь называть его утопией, ты можешь называть его мечтой о светлом человеческом счастье, потому что его идея именно такова – счастье для всего человечества. Другой вопрос – какими методами пытались внедрять, где делали ошибки – это уже совершенно другая тема. Но давайте мы исходим из начальной идеи. А фашизм – это идея превосходства одной нации, одной расы над другими. Это вид расизма. Как можно сравнивать коммунизм, фашизм, идеи? Они говорят, ну, мало ли, что идеи вот такие разные, но ведь типа вот нет, значит, это вот тоталитарная система. Нет, совершенно другое. Разница между фашизмом и любым авторитарным режимом, любой вообще авторитарный режим – это то, что фашизм ставит под сомнение и выводится с тем, что человек изменить не может этническая принадлежность, идентичность. То есть ты родился казахом, или узбеком, или евреем, или цыганом, или белорусом. Ты не можешь изменить этот факт? И тебя за это уничтожают. Да. Причем здесь коммунизм и фашизм. Давайте, то есть, и вот эта вот смесь, а люди же не разбираются, у меня уже безразлично, им вдавливают каждый день. Коммунизм и фашизм – это одно и то же. Более того, это породило сейчас новый вид фашизма. Если мы переходим и видим, что сейчас делается вот с этим новым видом фашизма. Вот когда ты начнешь говорить, что совершенно простое определение фашизма – это превосходство одной расы или нации на другой, которое мы не говорим о национальной гордости. Национальная гордость, когда ты гордишься своим народом, но при этом не посягаешь на право других народов на их жизнь. Совершенно нечего смешивать. Вся западная пресс стала легко шевеляться словами. Например, фашистский режим в России. Где у нас фашистский режим? У нас кого-то уничтожают по этническому признаку. Или, например, у нас, значит, про то, что, значит, превосходство, что нацизм в России, потому что они, видите ли, гордятся своей родины, то есть они преувеличивают значение своей родины. Да, то есть постоянно что? Возвеличивание, значит, вот этот вот, это истерика каждый год вокруг парада победы. Это вариант, значит, националистической, что очень близко к нацизму, как ты понимаешь. Вот вариант националистической пропаганды, значит, и бешеной истерики, которая будет в людях самые вот низменные чувства, потому что им постоянно внушают, что их родина победитель и так далее. Это, значит, развращает их сознание и, значит, они начинают представлять угрозу для других людей, потому что они считают, что они могут победить весь мир. Никто об этом не говорит. Мы об этом не говорим. У нас в одном строю, в бессмертном полку, тут люди совершенно разные национальности. Какой тут фашизм? Какой тут нацизм? То есть этот второй миф, который они добились, этого мифа, они действительно смешали. Я с массой людей, с журналистами разговаривала, на Западе все это одного твердят. Коммунизм и фашизм – это одно и то же. Точка. Из чего они добились теперь? Теперь, заметьте, какие пошли у них. Они сейчас переделали, они снова приходят к фашизму, но с другой стороны. То есть, все называется просто немножко другими именами. Значит, Украина – это форпост европейской цивилизации. А дальше что? Живут медведи и люди с песями и головами, понимаешь? То есть, вы – это цивилизация, а мы – не цивилизация. А Китай тоже не цивилизация, потому что на нас не похож. Значит, они не соблюдают наши демократические ценности. А почему ваши ценности должны быть круче, чем наши ценности? Ага, значит, они уже неполноценное общество, которое не соответствует нашим стандартам. Ты вдумываешься в саму фразу «демократический стандарт»? Это что? Это каждая нация подгоняется под какой-то определенный стандарт? Кем придуманы? Придуманы и другой нации. Кто дала за нацией придумать право стандарты? Миф о превосходстве, об исключительности. Вот это и есть фашизм. Очень хорошо протранслировала вот эту идею, только не применительно к политике, а применительно к экономике Америка. Исключительность. Которая сказала следующее. Да. Вот как раз по праву Атлантического союза-то, который сказал, что только американские стандарты имеют право диктовать законы экономики всего мира и определять его. Но это было настолько шокирующе, по-моему, для всех, что даже для людей, которые говорят, что у Америки есть болезни, не говорят о своей исключительности. Но то, что так спокойно, нагло, глядя на весь мир, говорит, что только мы имеем право диктовать миру, это фашизм. Никакая это не демократия. Это обыкновенный, старый, добрый фашизм. К которому мы уже имели дело. У нас по этому чутье и нюху народа великолепны на такие вещи. Мы его чувствуем на инстинктивном уровне. Продолжение через несколько минут. Горячие точки. Старьей Асламовой. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы. По проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу в 16 до 17 часов. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио «Комсомольская правда». В течение этого часа специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе предлагает нам поговорить о западных мифах о Второй мировой войне. Даша, ну вот мы говорили о всей Европе, да, ты очень жестко сказала, и это действительно так, что, в общем, Европа, по большому счету, нацизм... Либеральным фашизмом. Да, и не сопротивлялась практически нацизму, за редким исключением нацизму, который вот тогда, более 70 лет назад, начал свое завоевание Европы. Ну хорошо, вот давай вернемся в сегодняшний день. Германия. Ведь сейчас мы видим что? Что Германия по-прежнему испытывает какой-то вот комплекс вины, именно поэтому все беженцы «велком к нам», я имею в виду, ну вот от имени Германии говорю, да, то есть какие-то вот, наверное, все-таки болезненные моменты есть. Значит, наверное, в Германии-то должны помнить, что такое фашизм. Абсолютно не помню. Там есть четкое понятие. У нас есть только одно сакральное преступление, это Холокост. Все. Я помню, как я сидела с профессором в Германии, уже сейчас не прямом фамилии, писала даже интервью с ним, вот там ученый человек, все, какой-то, значит, преподает в университете, и вот он мне, значит, все время, вот, значит, это великое преступление, Холокост, которому равных не было никого никогда в мире, не было равных. Говорю, секундочку, а почему не было равных в мире? А наши 27 миллионов человек, из них 17 миллионов гражданских жертв. Это как? Русских. Русских, белорусов, три населения уничтожено. Цыган. Это кто? Это как? Это как считать? Это была такая долгая, тягостная пауза. Говорю, вам что-то непонятно в моем вопросе? Он говорит, вы знаете, я об этом просто никогда не думал. Меня настолько шокировал его ответ. Я говорю, как это вы никогда об этом не думали? Вам знакома цифра 27 миллионов? Он говорит, нет, конечно, цифра мне знакома. Вы знаете, я в этом ключе никогда не думал. Но вы же победили. А говорю, что значит, да, мы победили. Но мы потеряли 27 миллионов человек. Почему же вы платите безумные деньги жертвам Холокоста? Вы не платите, например, моей семье, в которой были погибшие дедушка, один в концлагере, брат потерял, брат отца, дядя потерял обе ноги и так далее, с фронта вернулся. То есть я имею в виду, что это что? Это вообще тема? Она как-то вас не касается? Ну, вы знаете, да, мы, наверное, не правы, сказал он с большим-большим изумлением. То есть в какой-то момент у человека им настолько вот вбили в голову, что вы виноваты перед евреями, а всё остальное у них всё равно в голове осталось недочеловеки. Всё равно. Это никуда не делось. Если фашистские солдаты мылись голыми в присутствии русских женщин, потому что они не имели чувства стыда перед ними, то есть они их просто считали не людьми. Сам план ОСТ, который предполагал фактически уничтожение, реально физическое уничтожение славян и русских вообще населения, и Польша, которая так нас сейчас ненавидит, и полное уничтожение Белоруссии, и полное уничтожение Украины, заселение их немцами, и дальше полностью сокрушение русского народа, говорит о совершенно тотальном физическом плане уничтожения. Как же, говорю, вас не потрясает этот факт? Ну, вы знаете, вот, может быть, потому что вы пришли в Берлин, поэтому у нас как-то это вот не воспринимается, что вы же как бы своё получили. Я говорю, а то что мы ушли из Берлина, как-то вас не потрясло это своим благородством, да, что мы простили Германию, что мы нашли в себе силы, эти силы, если не просить ту Германию, то найти силы, найти отношения с новой Германией и относиться к ней дружелюбно. То есть вот это вот у них просто реально голова, людям забили голову, что ничего страшного, собственно говоря, не произошло. И у них произошла очень опасная тенденция. Тот же Девельте и, кстати, несколько других газет последние два года, короче, каждую неделю, занимаются тем, что они перевоёвывают войну. Что это значит? Они, значит, берут какого-нибудь немецкого историка, иногда берут какого-нибудь сволочь из местных наших, которые перебежали домой на Запад, и, значит, стряпают в статейки про все знаменательные события Второй мировой войны на русском фронте. Но при этом, когда ты читаешь, общая мысль такая. Какие ошибки мы сделали, почему мы проиграли это сражение? И вот они разбирают по косточкам. Их, то есть не сама мысль их волнует, почему мы оказались вообще-то под Сталинградом, почему мы оказались на Курской дуге, что мы вообще делали в этой стране. Вообще никакой жалости к русским людям, которые оказались в этой ситуации, у них нет. Они обсуждают, почему же мы проиграли, где была ошибка. И они обсуждают, а вот какую ошибку допустил Паулюс, а какую ошибку допустили вот 10 немецких генералов в этом сражении. И так они перевоевывают всю войну. Ну ты знаешь, когда ты читаешь эти статьи, ощущение возникает полное такое, что и были изысканные ученые, блестящие немецкие генералы, элита, и было быдло тупые русские военачальники, абсолютно никто и никак, которые русским тупым мясом завалили, значит, утонченных, высокообразованных и высоколобых немецких генералов с их прекрасными, замечательными, играющими на гармошке солдатами, понимаешь? Вот когда ты читаешь, просто волосы стоят дыбом. Они даже не соображают, с каким презрением они пишут о России. И если прочитать статьи, получается, что они глубоко сожалеют о каждом невыгранном сражении. Будь их воля, они бы все вернули на место. Понимаешь, когда ты это читаешь, это волосы дыбом становятся. Они не сдаются вопросом. Представим себе, что, хорошо, итог всех сражений вдруг неожиданно оказался победным для вас. А что было бы дальше? Нет, как раз они все время мучают, почему мы вот здесь... Где мы ошиблись? Кошмар. Нигде мы ошиблись идеологически. Нигде мы ошиблись, поддавшись этому, этой отраве нацизма. А где мы ошиблись в реально стратегических, в реально стратегических ошибках. И у них русские всегда предстают очень тупым, тупым военачальниками. Это Красная Армия, которая блестяще выиграла войну и приобрела такой опыт, который, по-моему, ничем не сравним. Взяла Берлин и так далее. И вот это вот очень тоже один из мифов, который постоянно, значит, говорит о том, что везде подчеркивается, что мы вот именно мясом завалили. Вот этим вот быдлом завалили. И другой миф, который... Еще что-то я хотела сказать, важный момент. А, недавно у них была трогательная сеть про то, как голодали бедные немцы под Сталинградом. Вот все их... Они опубликовали все их письма. Там, мамочка, вышли мне продуктов, мне на фронте совершенно нечего есть. Рам-парарам. Ни слова о том, что... А что было с жителями Сталинграда? И вообще, что вы там делали, ваши милые немецкие мальчики? А как голодал Ленинград? И вот если бы не голод, опять пишут они, то еще неизвестно, каким был бы ход этого сражения. Я думаю, а то, что три года стоял Ленинград, умирающий, но не сдался, это как? И вот то есть у них это вообще... Вот бедные немецкие мальчики... Все время это ощущение бедных немецких мальчиков, которые попали вот к этим ужасным русским в Сибирь, в эту ужасную... Ну, у них, по-видимому, Россия вся принимается Сибирью, да? И вот эти тупые... Если бы еще... Просто мяса много. Вот этого людского мяса, его было очень много. Поэтому вот мы и проиграли. Вот такие утонченные, цивилизованные и очень-очень-очень грамотные военачальники. Это крайне оскорбительная вещь. Потом важный тоже момент про то, что, да, вот плохой, значит... То, что плохой низкий уровень командования, что, значит, у нас какое-то все это быдло-солдаты. Вот, кстати, о том, что якобы мы завалили фашистов трупами. Вот, например, факты, да, реальные факты, что у нас погибло на фронте, у нас общая потерь, там, около 27 миллионов человек. На фронте у нас цифру называют 8 миллионов 668 тысяч. Это цифра такая официальная, солдат армии. Но в результате года и пыток, которые были в плену, умерло миллион 200 тысяч человек. То есть отнимаем, получается, что на фронте погибло менее 7,5 миллионов советских солдат. То есть учесть, что остальные были вот эти миллионы, вычитаем, которые погибли в плену просто. Не сильно говорят, что... А в Германии потери потери так мало, говорят, какие-то цифры, что это было, значит, там, около 3-4 миллионов солдат. Нет, это вовсе не так. Во-первых, когда начинают посчитывать потери Германии, забывают, что Германия воевала не одна. А с Германией воевало множество стран. И как бы мы вот все время об этом забываем, что против нас воевала целая Европа. Давайте всех союзников, там, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, которая хоть там не послала солдат, но тоже тем или иным образом помогала, что экономический поток, всеэкономическое... Вот совершенно правильно все рассказал Путин, это было просто им как вот иголка под ногти, когда он сказал, что мы забываем, что это был экономический потенциал всей Европы направлен против нас. Он сказал это достаточно вежливо, не сказав, что против нас воевала пол-Европы. Словакия воевала. Сейчас я даже хотела подобрать эти цифры. И вот, если смотреть убитыми, то цифра, получается, вовсе не такая, что мы завалили их мясом. У них тоже колоссальные потери. Потому что, получается, по... Если берем все цифры, вот мне пишут, что около 3-4 миллионов, людские потери союзников боевых действий против СССР и союзников, считай, прибалтийских стран, они же тоже воевали, конечно, до одного. Были и французские, словацкие, бельгийские, фламандские дивизии. Фламандцы очень активно участвовали, это Бельгия. Очень активно участвовали в войне. И вот если посчитать все эти общие потери, то получается 8 миллионов 672 тысяч человек. Фактически у нас одинаковые потери. Только у нас в плену было замучено 1,2 миллиона человек. А у них в плен попало 2,4 миллиона человек. При этом, значит, все-таки вернулось этого плена. Как ни странно, ведь не замучили в плену, вернулось почти миллион человек, вернулось в Германию. Ну, Даша, я прошу прощения, у нас сейчас еще один небольшой перерыв, буквально 4 минуты, после которых мы, наверное, поговорим еще и о том, но вот помимо других мифов, которые связаны с Второй мировой войной, мы поговорим еще и о том, что можно сейчас этому противопоставить и как можно вот на эту активную промывку мозгов адекватно отвечать и самое главное чем. Так что оставайтесь с нами, через 4 минуты мы затронем эту тему. Горячие точки. Старьей Асламовой. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель комсомольской правды. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Горячие точки с Дарьей Асламовой на радио «Комсомольская правда». Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова предложила нам поговорить о западных мифах, которые касаются Второй мировой войны. И действительно, довольно болезненная тема, тем более, что некоторые из этих мифов как-то очень активно подхватывают здесь, в России, и начинают говорить, ну подождите, а ведь это действительно было так. И как только начинаются споры о Второй мировой войне и о ее результатах и итогах, а сразу слышат, а вот пакт молодого Риббентропа, это вот... Да, который якобы развязал руки Гитлеру, поэтому виновата в начале Второй мировой войны, так же, как и Россия, так же виновата, СССР, так же, как и Германия. У меня много раз были споры, особенно на поляки на эту тему заводятся, ты себе представить, как не можешь. И у меня вот мои польские друзья, мы однажды просто чуть ли не швырялись стульями друг друга в ресторане на эту тему. Значит, вот они все про этот пакт молодого Риббентропа, как бедную Польшу, значит, сдали, и все. И говорю, так, секундочку, ребята, а что у нас было до Польши? А что нас насчет мюнхенского сговора 1938 года? А что насчет того, что Польша, которая была во время союзницей Гитлера, отхватила себе часть Чехии? Вы, когда Чехию на куски рвали, вам, говорю, не было стыдно? Вот когда вас уже стали рвать на куски, ага, больно, кричите. А вот когда вы спокойно рвали в 1938-м Чехию, отобрав у нее Тишинский район, если не ошибаюсь, где проживало, да, действительно проживало 80 тысяч поляков, туда проживало и 120 тысяч чехов. Это была территория Чехии. И как спокойно все западные страны подписали этот раздел Чехии, сказали, вообще, почему мы должны беспокоиться, что где-то там, в какой-то далекой стране почему-то должны вступать в войну и рыть здесь окопы, как писал английский министр Чемберлен, если, где это вообще нас не должно касаться. И они спокойно подписали с Гитлером все договоры. Потом, вот тут полякам нечего сказать, они начинают просто пеной исходить, что, ну почему же вы так поступили? Говорят, мы поступили, потому что точно так же поступил западный мир, направленный против нас. Потому что прежде чем мы подписали Пак Молота и Риббентропа, Англия подписала договор о ненападении с Германией. Гораздо раньше нас, в 1938 году. После этого Франция подписала договор о ненападении с Германией. Так чем же наш пакт Молота и Риббентропа отличается от их договоров о ненападении? Причем они подписали их первыми, чем поставили нас в безвыходное положение. В это время Англия проводила политику умиротворения агрессора. Что мы должны были делать в этой ситуации? Если весь мир против нас, если в то время в Англии совершенно четко заявляли, у нас нет худшего врага, чем коммунизм. То есть не фашизм в то время, у нас нет худшего врага, чем большевизм. Я не предлежу говорить о чем большевизм. Это главный враг. А с Германией еще можно договориться. И вот об этом все забыто. Нам нужно об этом кричать, говорить, писать, доказывать. Даша, я прошу прощения буквально, вот отвлекусь, да, мы же начали с сегодняшнего дня. Давай вспомним с тобой высказывание Барака Обамы, что существует три мировых угрозы. Это Россия, лихорадка Эбола и исламское государство. Да, лихорадка Эбола, как видишь, уже их не очень волнует. Да, Россия. Россия, конечно. Как мы, да, как мы должны реагировать на такие заявления. Вот это вот по поводу большевизма. Да, они сейчас фактически повторяют те же самые фашистские утверждения, когда Англия говорила, нет, нам главное победить большевизм, а Гитлер это делал, в десятом мы с ним как-то справимся. Как видите, пришлось потом, оказывается, звать на помощь, вернее, прикрываться Россией и ждать, когда Россия справится с Гитлером. Так что еще вот из таких очень популярных мифов. Это вот, это, кстати, развязал Виктор Суворов, я считаю, просто сволочной историк, о том, что якобы, значит, это был превентивный удар. А, да, 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 что Гитлер был вынужден это напасть на Россию, потому что иначе бы Россия напала. Напала на Гитлера. То есть Советский Союз. Не говоря уж, на Советский Союз напала бы, да. Советский Союз напал бы на Гитлера. То есть это настолько чушь, нет ни одного факта, ни одного факта вообще реально подтвержденного. При этом мы имеем полный план Гитлера, утвержденный директивой номер 21 в декабре 1940 года. План нападения Германии на СССР. Где у нас лежится какой-нибудь, поделите мне хоть один документ, план нападения СССР на Германию? Вот это же чушь собачья. И вот это постоянно внушается. Вот если бы он не напал... И, кстати, это в Германии очень сильно раскручивается. В такой ситуации немцы чувствуют, что они оборонялись. Если бы они не напали на Ивана, злой бы Иван перешел бы сразу к ним. И поэтому это совершенно все меняет, значит, потом... Кстати, прошу прощения, есть очень интересный цикл книг о внешней разведке. И вот там те люди, которые работали на немецкой стороне и передавали, соответственно, данные о том, что происходит в Германии. Ты знаешь, меня поразил один факт. Когда было непонятно... И вот ты помнишь, да, наверняка, что Сталину присылали вот эти донесения, что готовится нападение, готовится нападение. Их клали под сукном, потому что никто не верил, что это действительно произойдет. Здесь, в Советском Союзе не верил, высшее руководство не верило. Разведчики говорили о том, что, посмотрите, ведь Германия строит дороги, дороги строят к Советскому Союзу для того, чтобы... Да, технику, вот, ты понимаешь? То есть кто, простите, готовился к нападению? Советский Союз? Да мы еще поглубь... И как только начинаются споры о Второй мировой войне и о ее результатах и итогах, а сразу слышат, а вот пакт молодого Риббентропа, это вот... Да, вот, который якобы развязал руки Гитлеру, и поэтому виновата в начале Второй мировой войны, так же, как и Россия, так же виновата, СССР, так же, как и Германия. Германия, да. У меня много раз были споры, особенно... О, на поляки на эту тему заводятся, ты себе представить, как не можешь. И у меня вот мои польские друзья, мы однажды просто чуть ли не швырялись стульями друг друга в ресторане на эту тему. Значит, вот они все про этот пакт молодого Риббентропа, как бедную Польшу, значит, сдали, и все. И говорю, так, секундочку, ребята, а что у нас было до Польши? А что у нас насчет Мюнхенского сговора 1938 года? А что насчет того, что Польша, которая была во время союзницей Гитлера, отхватила себе часть Чехии? Вы когда Чехию на куски рвали, вам, говорю, не было стыдно? Вот когда вас уже стали рвать на куски, ага, больно, кричите. А вот когда вы спокойно рвали в 1938-м Чехию, отобрав у нее Тишинский район, если не ошибаюсь, где проживало 80 тысяч поляков, туда проживало и 120 тысяч чехов. Это была территория Чехии. И как спокойно все западные страны подписали этот раздел Чехии, сказали вообще нам, почему мы должны беспокоиться, что где-то там, в какой-то далекой стране, почему-то должны вступать в войну и рыть здесь окопы, как писал английский министр Чемберлен, где это вообще нас не должно касаться. И они спокойно подписали с Гитлером все договоры. Потом, вот тут полякам нечего сказать, они начинают просто пена исходить, что, ну почему же вы так поступили? Говорю, мы поступили, потому что точно так же поступил западный мир, направленный против нас. Потому что прежде чем мы подписали пакт Молоту-Либбентропа, Англия подписала договор о ненападении с Германией гораздо раньше нас, в 1938 году. После этого Франция подписала договор о ненападении с Германией. Так чем же наш пакт Молотова-Либбентропа отличается от их договоров, а не нападений? Причем они подписали их первыми, чем поставили нас в безвыходное положение. В это время Англия проводила политику умиротворения агрессора. Что мы должны были делать в этой ситуации? Если весь мир против нас, если в то время в Англии совершенно четко заявляли, у нас нет худшего врага, чем коммунизм. То есть не фашизм в то время, у нас нет худшего врага, чем большевизм. Я не продолжаю говорить о тебе, чем большевизм. Это главный враг. А с Геннадлером еще можно договориться. И вот об этом все забыто. Нам нужно об этом кричать, говорить, писать, доказывать. Даша, я прошу прощения, буквально отвлекусь. Мы же начали с сегодняшнего дня. Давай вспомним с тобой высказывание Барака Обамы, что существует три мировых угрозы. Это Россия, лихорадка Эбола и исламское государство. Да, лихорадка Эбола, как видишь, уже не очень важно. Россия, Россия, конечно. Как мы должны реагировать на такие заявления? Вот это вот по поводу большевизма. Да, они сейчас фактически повторяют те же самые фашистские утверждения. Когда Англия говорила, нет, нам главное победить большевизм, а Гитлер это делал, в десятое мы с ним как-нибудь справимся. Как видите, они пришлось потом, оказывается, звать на помощь, вернее, прикрываться России и ждать, когда Россия справится с Гитлером. Так что еще вот из таких очень популярных мифов. Это вот, это, кстати, развязал Виктор Суворов, я считаю, это просто сволочной историк, о том, что якобы, значит, это был превентивный удар. А, да, 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 что Гитлер был вынужден напасть на Россию, потому что иначе бы Россия напала на Гитлера. То есть Советский Союз. Не говоря уж, что на Гитлера напала бы, да. Советский Союз напал бы на Гитлера. То есть это настолько чушь, нет ни одного факта, ни одного факта вообще реально подтвержденного. При этом мы имеем полный план Гитлера, утвержденный директивой номер 21 в декабре 1940 года. План нападения Германии на СССР. Где у нас лежится, поделите мне хоть один документ, план нападения СССР на Германию. Вот это же чушь собачья. И вот это постоянно внушается. Вот если бы он не напал, и, кстати, это в Германии очень сильно раскручивается. В такой ситуации немцы чувствуют, что они оборонялись, если бы они не напали на Ивана, злой бы Иван пришел бы сразу к ним. И поэтому это совершенно все меняет. Даша, я прошу прощения, есть очень интересный цикл книг о внешней разведке. И вот там те люди, которые работали на немецкой стороне и передавали, соответственно, данные о том, что происходит в Германии. Ты знаешь, меня поразил один факт. Когда было непонятно, и вот ты помнишь, да, наверняка, что Сталину присылали вот эти донесения, что готовится нападение, готовится нападение. Их клали под сукном, потому что никто не верил, что это действительно произойдет. Здесь, в Советском Союзе не верил, высшее руководство не верило. Разведчики говорили о том, что, посмотрите, ведь Германия строит дороги, дороги строит к Советскому Союзу для того, чтобы... Технику. Вот, ты понимаешь, то есть кто, простите, готовился к нападению? Советский Союз? Да мы еще по глупости, есть такой факт, что война началась, а мы еще выполняем сокращение с Гитлером, они уже убивали наши граждан, а туда шли наши составы с хлебом. Это шло уже после 22 июня, потому что надо было заключен договор с Гитлером о поставке зерна. И они туда еще шли. Можете представить, уже Брестская крепость осуждена, идут страшные бои, а у нас идут составы к левому в Германию. Вот такой был абсурд, да, исторически. Еще один очень важный факт. Как только они, извини, пожалуйста, приступают к тому, чтобы опять перевоевывать войну и говорить о том, что находить черные стороны в нас, значит, то, что, а, то, что воевало тупое быдло, за которым стояла НКВД и стреляла в спину. Да, да, да. То есть они абсолютно отрицают эту личную храбрость солдат, только поэтому они шли в бой, потому что им стреляли в спину НКВД. То есть вообще никакой храбрости не было. Это была просто такая вот темная масса людей. Обязательно говорят о том, что в результате, значит, этой войны была массовая репрессия народов. Знаешь, не было страшно, кстати, очень интересно. Вот этот факт, когда я приехала еще в Крым, когда он в Крыму, я приехала и разговаривала как раз по вопросу крымских татар. Я не поленилась пойти в библиотеку и достать подшивки 40-х годов и прочитать, что же такое было в это время в Крыму, когда там был Гитлер. И там была чудная газетка, называлась «Азад Крым», что в переводе с татарского, с крымского татарского, называется «Освобожденный Крым». Там были чудные фразы. «И Гитлер – наше красное солнышко», «И, значит, великому освободителю всех народов, всех времен и народов Гитлеру от благодарных крымских татар» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По фактам очевидным, которые были, то есть, ну, если считать, например, поколение, вот численность тогда крымских татар, если не ошибаюсь, составляла около 220 тысяч человек к 1939 году по переписи населения. Значит, если будем считать так, молодежь, это, допустим, призывной возраст, это 10% населения, вот так высчитывают, приблизительно 20 тысяч ушло там на фронт, да? Они тут же и дезертировались 20 тысяч. НКВД указывало, а фактам НКВД, поскольку не отправлялись, цифры были достаточно четкие. Дезертирование крымских татар было 20 тысяч человек. То есть, считай, практически все... Все. Не все, конечно. Крымские татары всегда мне кричат, что не забывайте, что у нас было 8 героев Советского Союза. Это правда. Да, были, естественно, и благородные люди, были те, кто шли сражаться за Родину, кто шли сражаться против фашизма. Но большинство-то дезертировало. И когда они начали говорить, а почему-то сослали весь народ? Я говорю, хорошо, минуточку. Вы знаете, что полагается за дезертирование в военное время? Расстрел в любой стране мира. Даже не о дезертирстве идет речь. О поведении всего народа. Да, потом они ушли, они нанялись уже в отряды Гитлера. Они воевали на стороне Гитлера. Реально воевали. И опять же, по цифрам, что оружием в руках, на стороне Германии воевали 20 тысяч крымско-татарских ополченцев. Вот те самые, вот они тебе, те самые дезертиры. Извините, это кто они по законам военного времени? Это наш народ, который мы репрессировали? Или это враги, которые стреляли в спину нашим людям и убивали наших людей? Еще один факт, он чудовищный. Ведь в то время, когда Крым был оккупирован нацистами, там практически не было партизанского движения. Потому что как только забрасывали с большой земли тех людей, которые могут формировать партизанские отряды, их тут же... Отлавливали крымские полицаи, вот эти крымско-татарские полицаи. Поэтому говорить о том, что... Так, извините, если целый народ в этом случае не разбирают. Мы с немцами воевали. Мы отделяли плохих немцев от хороших? Нет, мы воевали, мы шли против этой... Нам некогда было отделять, выяснять, ты кто хороший, плохой, или что нам нужно делать. Но просто мы с тобой поговорим о том, как, собственно говоря... Да, и что этому противопоставить? Что противопоставить? Времени мало, поэтому я скажу вкратце. Вот ты знаешь, когда они говорят, что воевала тупое, значит, пьяное быдло, которое пило водку, значит, а сзади ему стреляли в спину НКВД. Вот то, что мы выходим... Бессмертный полк, теперь уже второй год я участвовала в этой акции. У меня, слава богу, живой ветеран, я могу привести его в качестве портрета живым ветеранам моего отца. И то, что люди несут и портрет, на которых реальные, благородные лица людей. Из реальных семей, с прекрасными биографиями, ученые, образованные, многие, достигшие в своей жизни... Вот просто вот, и ты их видишь, и ты понимаешь, что это не темная, безызвестная масса пьяных медведей из Сибири, а это живые, прекрасные люди, герои, а вовсе не запуганная, значит, якобы коммунистами масса, которые шли на фронт и погибали за это. И мне кажется, что вот этим народным порывом, и когда ты видишь реальное лицо погибшего человека и реального героя, это сильно меняет картину. Потому что вот он человек, который мог бы жить. И ты знаешь, Даша, мне кажется очень важно, что эту акцию Бессмертный полк сейчас подхватили во многих странах мира. И в Германии прошла эта акция, и во Франции прошла эта акция, и даже в Нью-Йорке, и в Канаде, и в Америке, и в Израиле. Поэтому, может быть, действительно, вот как ты правильно сказала, когда люди посмотрят в лица тех людей, которые или остались там на полях сражений, или буквально, вот прожив несколько лет, скончались от ран, да, от всего, от голода, от ран, от всего. Ты действительно начинаешь понимать, что это история, которая смотрит на тебя. В глаза тебе смотрят. И это то самое мерило, мне кажется, которым и нужно мерить все последующие события. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Специальный корреспондент «Консомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе в течение этого часа была с нами. Мы говорили о западных мифах о Второй мировой войне. Спасибо, Даша. Спасибо. Горячие дочки с Дарьей Асламовой. С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на баржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Консомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в шесть вечера по московскому времени. Поэтому вот эти крымско-татарские полицаи. Поэтому говорить о том, что, так, извините, если целый народ в этом случае не разбирают. Мы с немцами воевали. Мы отделяли плохих немцев от хороших? Нет, мы воевали, мы шли против этой. Нам некогда было отделять, выяснять, ты кто хороший, плохой, или что нужно, или как, что нам нужно делать. Но просто мы с тобой поговорим о том, как, собственно говоря... Да, и что этому противопоставить? Что противопоставить? Времени мало, поэтому я скажу вкратце. Вот ты знаешь, когда они говорят, что воевало тупое, значит, пьяное быдло, которое пило водку, значит, а сзади ему стреляли спинном КВД. Вот то, что мы выходим... Бессмертный полк, теперь уже второй год я участвовала в этой акции. У меня, слава богу, живой ветеран, я могу привести его в качестве портрета живым ветераном моего отца. И то, что люди несут и портреты, на которых реальные, благородные лица людей, из реальных семей, с прекрасными биографиями, ученые, образованные, многие, достигшие в своей жизни... Вот просто вот, и ты их видишь, и ты понимаешь, что это не темная, безызвестная масса пьяных медведей из Сибири, а это живые, прекрасные люди, герои, а вовсе не запуганная, значит, якобы коммунистами масса, которые шли на фронт и погибали за это. И мне кажется, что вот этим народным порывом, и когда ты видишь реальное лицо погибшего человека и реального героя, это сильно меняет картину, потому что вот он человек, который мог бы жить. И ты знаешь, Даша, мне кажется очень важно, что эту акцию Бессмертный полк сейчас подхватили во многих странах мира, и в Германии прошла эта акция, и во Франции прошла эта акция, и даже в Нью-Йорке, и в Канаде, и в Америке, и в Израиле, поэтому, может быть, действительно, вот как ты правильно сказала, когда люди посмотрят в лица тех людей, которые или остались там на полях сражений, или буквально вот прожив несколько лет, скончались от ран... Да, от ран, да, от всего, от голода, от рана, от всего. Ты действительно начинаешь понимать, что эта история, которая смотрит на тебя, и это вот... В глаза тебе смотрят. Да, и это то самое мерило, мне кажется, которым и нужно мерить все последующие события. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе в течение этого часа была с нами, и мы говорили о западных мифах о Второй мировой войне. Спасибо, Даша. Спасибо. Горячие дочки с Дарьей Асламовой. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на обаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками... Он...